привет я снова в той же кофточке кардигане снова зеленые стены снова мы идем к лифту немножко картина повторяется и на самом деле привет привет у нас некий день сурканы перманентное состояние больницы каждый день больницы сейчас саша написала сказал что мама хочет тобой поговорить доктор приезжай значит вам хватает пап садимся в автомобиль в наш сорэнтик и в спешном порядке ломимся к саше ну надо еще магазин записаться воды попросил да на воды попросила и что-то еще и что-то еще я точно помню что мне нужны были ватные диски что я свои отдала саше а сахар запомните ребята надо саше взять воду сахар и не ватные диски о господи ну а сегодня хорошая новость красиво ай на дали горячую воду мы намылись как те еноты толскуны это такое счастье когда из горячая вода когда ты спустя неделю членораздельных помывок можешь помыться весь и такое ощущение что прям похудел нет но вы не думаете что мы там такие засранцы или там вообще не следили ни за какой гигиеной не мылись нет а мы мылись но когда у тебя на самом деле две небольших кастрюльки и для того чтобы тебе помыть хотя бы голову эти кастрюльки надо нагреть два-три раза и с этим всем прыгать это конечно неудобно а покупать все тазики и швабры кастрюльки две лодра кипятильники ну знаете это так на каждую квартиру на каждое место ночевки но не напасешься всего этого добра так что с покупками таких вещей для себя для удобства ну это сложно одно дело если например ты на какое-то длительное время снимаешь квартиру арендуешь там на месяц да ну тогда я еще понимаю но и так купили тазик как я тут среди машин мы так купили тазик покупали бытовую химию ну и все вот такое в принципе когда вы же понимаете что мы еще в средствах то под зажатый ну как вы понимаете тратить деньги на те вещи которые либо останутся здесь либо потом с собой куда довести а у тебя дома этого вот ну в принципе в достатке нужно как-то уметь перебиться поджаться языку все эти дела но эта поездка показала что все это делать мы умеем да вообще а давайте я вам покажу скол вчера же нам прилетел камушек стекло нормально вот такой у нас получается скол на стекле так сейчас будем фокусироваться показывать ближе соединение со спутником вот получается более-менее у показала вам так вот этот скол от него пойдет звездочка обязательно пойдет плюс перетер в температурном режиме перепаде это не избежать при минусах и при больших плюсах это будет тем более у нас на севере где в принципе минусовая погода вот эти все скол превращаются всегда звездочку выезжаем едем к саше тут во дворах очень сложная транспортная схема машины ставят впритык многие ставят как попало где попало не думая о том что кому-то возможно нужно будет проехать пройти как-то уважение среди автомобилистов среди вот пешеходов тут в этом плане нет тут действует принцип а мне так удобно хотя вот странно да я вам не уставала повторять о том что какие воспитанные интересные здесь люди и как все вот здесь хорошо позитивно а вот что-то с отраслью автомобильные пешеходные здесь не так отрасль ну а как ее назвать со стороной ну со стороны мы поняли погода хорошая сейчас 21 22 градусов 21 но что-то там ветер очень сильный холодный но в принципе подземельно мне нормально хорошо что не жарко и хорошо что не льют дожди вот прям к погоде претензий нет да у нас особо дождение ну да сейчас была бы вот эта грязь эти всякие лужицы корюшицы ну все едем покажу вам больницу к сожалению мне не получится показать и не получилось вам тот день когда я искала входы выходы в больницу куда зайти где как я на прямом эфире сказал что это было вот внешне это похоже как чернобыль когда ты смотришь на ступени когда ты смотришь на крыльцо там все поросшие травой все вот нехожено понимаете людьми нехожено и видно что там нужно вот мертва нет там никого я уже в таком была правда вот отчаяния у меня уже прямо то вот такое расстройство позади меня телепалась саша вся такая замученная красная солнце большая больница мы там круги наворачивали очень большая я вам сказала что где-то ориентировочно около шесть нет четыре или шесть тысяч шагов сейчас уже не вспомню но мне главное что от от сашиной палаты до входа дойти туда обратно получается ровно тысяча шагов вот так вот вот тот момент когда были вот поиски входа в инфекционное это отделение нам сказали позвоните звоночек вам откроют а мы не можем найти эту дверь нашли какие-то двери со звоночком звоночки там обрезаны шнурки эти провода загнуты и видно что давно эта дверь не открывалась и тоже заросла не было как там скорости 40 километров в час сильно некомфортно и это такое состояние когда ты взрослый человек ты в ответе за своего ребенка ты должна решить вопрос а ты сама как ребенок в этой ситуации не знаешь что делать но не настолько это конечно глобально как вам может быть сейчас это представляется но я никогда не думала что больницы внешне могут быть такими мертв другое слово на умный приходит и сейчас я беру с вас с собой конечно вокруг больницы мы не прогуляемся но может частично покажу вам если игр подождет примерно верно как это выглядело но хотя бы внутри покажу саша попросила только ее не снимать потому что она вся измученная сами понимаете когда человек больной на такое число аудиторию не хочется отсвечивать больным видом вот так вот выглядит эта больница мы сейчас ходим в пятерочку купим саши воды и вот представляете вот она вот оттуда вот огромная 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 ему вот саши там кружили но мы решили тут голуби бьются блин ему больно вот этот голубь сейчас только что ударился здесь об дверь может такой был звук так бденькнула знаете ему больно прям видно что больно ну так вот я сейчас схожу к саше осведомлюсь о ее здоровье обо всем этом и потом уже когда пойду домой прогуляюсь вокруг больницы покажу вам все-таки что что у нас вчера повергла в шок и немного так нас расстроило ну а теперь идем в пятерку а тут получается прям большая пятерочка прям огромная сашки кубай сахар ну сахар ну сахар не только саши нужен нам тоже поэтому сейчас купим все и и уже пойдем к нашему делению водичка водичка вот сахар принципе мы берем вот этот чайковский он такой прям сахарный я люблю беру один саши а у нас дома то нет я думала тут может поменьше какую-то и вот и в это ватные диски этот сахар засыпал там так знаете неприятно по сахару ходить ну и все теперь мы все взяли вроде бы идем на кашу только всякого различного шоколада стоит ну не хочется правда мы вчера с игром сходили в теремок поели по блинчику и пельмешки один блинчик а один блинчик кто-то поел в общем блинчик то я ела и вернее я съела блинчик с грибами и маленькую порцию пельмешек сегодня еще не знаю чем мы будем питаться с утра подпили кофе с молоком там у нас был кусочек хлеба и остатки колбаски нарезки остались тоже поели ну и больше еще ничего знаете как это бежала через нас точек сорвала каменовый листочек ну как мы и говорили у нас режим зубы на полку самом разгаре сегодня уже сели посчитать лекарства конкретно в разных аптеках сравнить цены но пока что вот то что насчитывается так получается где-то в районе двадцать шесть тысяч пока мои лекарства отпадают маленький пешеходик ну ладно давайте включусь уже в больницу все я вышла из машины и направляюсь как раз таки в больницу вот здесь главный вход получается сама больница очень очень огромная слушайте межрайонная по моему она занимает очень огромную площадь прям здоровенный здоровенный квартал и потом попытаюсь конечно как-нибудь но вот тут наверно войти в эти ворота и пройти мимо показать вам конечно как она выглядит подошла уже к автомату сейчас нам надо купить бахилы не здесь по 5 рублей так 5 рублей и сейчас отсюда выпадем бахилки и сейчас будем обувать система здесь по пропуску привет поднимаемся по лестнице и наверное давайте я вам покажу в принципе весь путь следования как как добираюсь до саши получается здесь бухгалтерия у них вот кто на меня в instagram подписан те уже видели знакомую эту картину все двигаемся дальше здесь написано вход и идем не знаю буду я сейчас ускорять видео не буду ускорять буду смотреть по хронометражу видео которое у меня получается так и вон сейчас там до конца коридор по пути встречаются люди поэтому мне не ловко в лоб так снимать они тоже не просто так возможно кто-то и не желает попадать в кадр поэтому буду частично себя показывать ну и двигаемся дальше мы переходим из корпуса в корпус здесь вот приемное отделение вот больница сама тоже фотографии которые вы видели в инстаграм не делала из этого окна и вот по этой дорожке потом буду обходить показать вам больницу вот кстати говоря вот эти вот боксы ты поднимаешься стои ты поднимаешься по лестнице стоишь у двери тебе открывают дверь там у них санузел смотровая и все такое но я вам показывал видели ранее так ну поехали дальше здесь здесь такая небольшая галерея получается и здесь выставлены работы выставка работ а не рыжевой здесь описание и получается вот такие вот работы висят они везде здесь по стенам мне вот кстати говоря вот это очень понравилась работа но такая интересная прям такая яичница и хорошая знаете такая живая настоящая яичница но кто здесь лежит в отделении конечно им такие продукты категорически нельзя так мы идем сейчас по переходу вот получается больница сейчас будет переход с пандусом первый раз мне было очень очень сложно найти выход это тут запутано но естественно те кто здесь работают для них это никакой сложности не составляет вот поднос здесь мы тоже спускаемся здесь автоматы если хотите можно кофейку попить так хлоп и переходим в новый я так понимаю в другой корпус и вот получается восьмое инфекционное боксированное отделение это где Саша лежит так вот нам восьмое и мы переходим сюда вот вот здесь мы тоже были стучались в двери и получается восьмое отделение ну здесь я наверное сейчас камеру буду убирать потому что персонал боюсь будет не очень доволен моими съемками ну либо как-то буду прятать камеру пытаться снимать так первый кордон прошли второй все проскочили и вот получается бокс где лежит Сашулечка у нас в общем у нас как всегда мы когда в больнице лежим мы решаем проблемы со шторами просто солнце здесь сильно так палит я принесла Сашу беренку чтоб она нет подожди слушай а есть вот панель потолочная под потолочную панель вот здесь да 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 ногтями ногтями аккуратненько туда инженер создает уют в палате просто получается Саша лежит ей солнце палит и не очень комфортно не знаю поможет сильно эта пеленка или нет в общем практически мы решили проблему ну хоть не нет почему вот здесь у тебя было солнце сейчас его меньше намного я уже освободилась от Саши наверное завтра ее будем собирать нам сказали что в принципе забрать ее уже можно сейчас сегодня но переговорив с Сашей обсудив все за и против взвешившись в мнении мы были едины что лучше ее оставить до завтра чтобы уже знаете все нормально точно и гарантированно я на выход показываю вам больничку вот больничка и получается я еду двигаюсь вот в этом направлении на выход я уже хочу сказать вам что ориентируюсь легко ну сколько второй день по два-три раза сбегав туда-обратно естественно я уже понимаю куда надо выходить куда нужно заходить и где побывать как выбираться поэтому все Сашу оставили пусть долечивается и чешу к Игорю а ну еще покажу вам вокруг обойду покажу где я вчера входы искала и выходы ну вот этот коридор который помните шли там вот галерея дальше хочу сказать что запах здесь приятные больницы прям такой нормальный хороший ну а с Сашей почему так решили у нас был один неудачный опыт тоже когда Саша лежала в больнице ей было не совсем хорошо ну сказали что уже можно в принципе выписываться забирать ребенка мы на радостях ну что ребенка держать лишние дни часы в больнице конечно же забираем и в итоге получилось так что ей на следующий день стало плохо и мы поняли мы вот на этом как раз таки основываясь опыте печальном мы решили в этот раз не торопить события если будем не торопиться и пусть лежит до той поры когда вот ей уже хорошечно совсем не станет квартиру нам продлили как бы все нормально без вопросов естественно мы эти дни оплачиваем они не были забланированы в наш бюджет конечно и Саша мне вчера писала она чувствует себя виноватой за то что приходится вот эти лишние дни еще здесь находиться и оплачивать квартиру но на что мы естественно с папой ей сразу сказали Саша ну ты что совсем как бы не те это вещи которых надо так думать и страдать по соотношению с тем что справились с тобой с твоим организмом поэтому даже как бы в эту сторону не думай и не заморачивайся сколько надо сколько понадобится столько и будем здесь находиться не какими-то возможностями будем изыскивать резервы и что-то как-то а понятное дело что мы свои бюджеты уже значительно урезали настолько что я даже отменила покупку своих лекарств но я чувствую уже последствия этого конечно лечение надо было начинать вовремя потому что могут сказаться неблагоприятные моменты но они уже сегодня уже проснулась их чувства ну посмотрим в общем сейчас приедем домой и будем искать именно аптеку может быть где-то есть промокоды и где-то есть какие-то скидки что-то еще чтобы максимально сэкономить на лекарствах хотя бы может быть взять на недельку я не знаю но как-то будем что-то думать что-то решать но пока я двигаюсь на выход ну в общем все больница вход позади я уже выхожу сейчас посмотрю Игорь мне что-то написал не написал по поводу того что подъедет он с той стороны Игорь подъезжает туда к приемнику я выйду через приемник ну вот где мы первый раз были в общем почесали будем гулять вокруг больницы вон стоит Игорь не знаю видно не видно вот машинка а я пошла гулять на улице хорошая погода но небольшой такой есть ветерок так все Игорь поехал меня в другую сторону встречать давайте я вам провожу небольшую экскурсию я уже наверное с этой темой вас замучила здесь такая зеленая хорошая территория ели красивые стоят как они господи забыла вот это дерево забыла а лиственница и хочу сказать смотрите вот эти цветы у нас росли на юге я не помню как они называются но если вы напишите мне в комментариях и подскажете я буду вам благодарна я вот их когда вижу вспоминаю родное свое село на море где этого было всего достаточно и разных цветов ну как вы уже в курсе что я очень такой сентиментальный человек много много уделяю внимание таким каким-то всяким мелочам всяким каким-то таким моментам вот смотрите видите дверь получается вот это вот дверь здесь много таких дверей и когда мы вчера с Сашей искали куда нам приткнуться и где нам все-таки войти в это инфекционное отделение мы очень много видели таких заколоченных и решетками закрытых дверей мы переживали что как же и куда нам с ней деваться а нам сказали идете прямо до конца здания потом налево потом направо и вы как раз попадаете в инфекционное мы попадаем а там закрыто мы попадаем а там заколочено мы в другую дверь а там даже ступеньки поросли травой так ну вот походу я где-то и пришла к этому к приемному да но сейчас дойду и до инфекционного покажу очень огромная территория очень огромная больница вообще просто мега гига точно так же сейчас стоят скорые в принципе которые должны были нас тоже вчера привести так же но поскольку мы добрались своим ходом нам не понравилось нам не понадобилось в принципе услуга скорой помощи поэтому поэтому мы не на скорой что-то сзади меня кто-то там привязывался она стоит папа стоит наш что-то правда реально этот чувак как-то за мной привязывался где он там ниже солнце светит не отстал не отстал потому что здесь на самом деле такая мертвая территория и блин страшно я тут с аппаратурой с телефонами как-то жидковато мне немножко стало на мгновение ой ну вот получается вот такие заколоченные двери вот сама территория и сейчас к инфекционному всему мы подойдем мне еще сейчас назад возвращаться Игорь там уже стоит знаете что-то цветет на улице потому что пахнет чем-то так пахнет очень знакомый запах не могу понять чем ну приятным а вот получается боксы вот в такой же бокс мы пришли нас приняли и там осмотр сделали дальше уже в отделение нас отправили то есть в принципе тут малолюдно вот мы ткнулись вот сюда тоже забито заколочено вот были здесь было все закрыто заколочено никакие звонки не работают обошли еще дальше и ныряли в каждый вот так вот поворот и везде-везде тишина и никого но сейчас хоть там несколько человек попалось ладно уже дальше не пойду я думаю вы меня поняли а а а иначе это слишком много времени займет во влоге отнимет много минут хожу-то я не очень быстро в общем вот так народу вообще совершенно нету и вот в каждую такую дверь мы же не знали что это боксы мы пытались попасть на некоторых дверях были конечно указатели мы шли по указателям и снова натыкались на закрытую дверь прямо с решеткой ладно это уже все позади уже надо забыть про это главное я вам показала рассказала а саше стало намного лучше и я надеюсь завтра мы эту страницу перевернем перелеснем и и начнем орет орет как зверь ну в общем перелеснем перелеснем мы эту страницу и благополучно о ней забудем и начнем новые дни новые события надеюсь хорошие хватит уже пусть полоса хотя бы немножко серенькой станет если она не хочет быть белой то хоть чуть-чуть пусть посереет уже легче станет жить ну все поедем мы сейчас пока к Саше ехали проезжали мегу и я предложила Игорю на обратном пути заехать посмотреть там какие-то выставочные домики были интересные ну дачные какие-то ну знаете так поглазить попялиться у нас просто нету в хантах или в регионе таких вот вещей а тут есть почему не посмотреть ну а мы мимо проезжали здесь когда к Саше ездили и увидели вот такую вывеску печь, камин, мангалы, коптильни помните мы на эфирах и видео уже говорили о том что Игорь немножко хочется озадачиться тем как коптить так вот видимо не просто так это нам по пути попалось Акцион не дорого да не дорого совсем всего лишь пять а пошли вот кто пять десятков такие вот а 83 смотри они 85 ха-ха-ха 85 составляются смертного интересно ну мне кажется это так не сложно ну вот видишь это литые детали они составляются ну и конечно сейчас интересно зайти внутрь посмотреть что там внутри ну и конечно ну конечно же ух ты ух ты ого вот это масштабы прям масштабы тандыр слушай всякие разные вообще какие хочешь да прям прям есть вещи которые прям сразу хочется да а вот это коптильня целый шкаф смотрите какая классная штучка прям такое прям классное всякая щепа и вишневая и сливовая такие красивые смотри баня сауна родители родителям подарить ух ты вот я знаете я хоть и это девочка девочка ну ладно женщина ну вот эти вот всякие вещи меня просто вдохновляют оу прям да коптиль а это мангальчик маленький смотри тут прямо угловая тандырчики прям тандырчики это яйцо да друзья когда-нибудь приехать в краснодар жить и вот это вот все прям ай на 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 смотри целый набор всяких этих ушатов для баня печи красота а мне телега понравилась вот печь так печь суши всяких разных смотри банная печь семнадцать шестнадцать есть конечно да и дороже в принципе никаких то там бешеных эфиревых башни хочешь то есть как бы вот реально да такие вот суммы можно подобрать себе что-то реальное у нас правда нет ни дачи ни бани а тут всякий декор всякие такие кованые стены и засовчики вид медлик интересно и это тачечка такая так ну цены снимаем и запоминаем когда-нибудь когда мы сможем себе позволить что-нибудь будем знать куда обращаться а тут все он есть вообще игрушечный вариант яйца печь для пиццы да с камнем классно классно-классно смотрите такие стулья катки так вот я говорю мини такой вариантик приятный такой керамический гриль барбеки 12 дюйм боюсь даже открывать смотри и крышки а я вот такую хочу ой какая-то чугунная утятница представь что тут какой плов вкусный будет а какая уточка тут тут пожалуйста вот у нас вот тип такой была утятница только ну она алюминиевый конечный цвет указанный вот мне вот это понравилось есть потому что тут столики можно с любой с любой стороны подходишь и с любой стороны еда доступ к еде это не поведет да тут металл такой тут вон прям конкретно вот он мяточка нет нет он другой с тобой какой-то видели прям нам понравился вот красивый очаг но все-таки слушай вот у меня вот по глубине не вот этот по глубине углей а тут камины и жар птицы такая жар птица ну тут всякие современные классика ой я помню у нас печь в ванно-франковске со взрастами похожая вот такая была у бабушки у прабабушки они такие милые такая милота за 41 тысячу а эти такие страшненькие мне кажется если бы я маленькая была такую печь видела мне бы казалось бы что там бабайка живет классно да угу отопительная а тут еще приготовить думаешь можно а тут еще прям сушите одна краше другую глаза разбегают а может и хорошо что у нас нету дачи вот это все-таки готовка обалдеть да иметь такое на даче слушай и иметь такое на даче и не спать ночами чтобы ее не вынесли из дачи да ух ты ух ты ух ты ух ты и беленькая совершенно так стейк сюда так и он так шкорчит не, не сюда это вот поверхность не на ней а то может нельзя будет? не на ней а ну ладно ставим сюда сковородку с баньки пришли и стоит жара ух ты там кактусы такие милые смотрите девочки тут и кактусы интересные вау смотри 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 она милая смотри и это такая интересная ну вот дорогие друзья если кто не знал если кто не был в курсе и кого-то интересовала тема всяких таких вещей мы нашли ой какие красивые вот эти прям слушай они недорогие тридцать тысяч ну они такие красивые это вот как на дачу у бабушки да? ну для этих целей классные вот это а вот смотри ну вот как у бабушки вот то есть с отверстием ну эти ну эти ну эти очень-то и красивые представляю как там огонь горит а тут прям стекло красиво и здесь тим с тим а тут смотри как классно поставил вон там огонь и тут еще тоже стоишь готовишь да 30 тысяч я знаю какой подарок можно было бы бабушке с дедушкой сделать ой тут прям со израстцами Плюсовка керамическая, барсельная на 148 тысяч. Топка 37. Факюм. Ой. Миленький. Вот там с термостатом, с температурным. В общем, да. А мне понравилась еще ворона. Вот такая прямо из мультика из Федерации. Это скорее как мой дизайн дома, который нам понравился. Туда идеально вписывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Прям... Я получила эстетическое сейчас наслаждение. Слушай... Да пока нет, пока мы вот глазеем. Как на глазеем. Ой, как красиво очень. Прямо с маками красненькая. Пахучечки. Да. Да. Красота. Тут тут сабунья и ершики такие. Вот эти. Угу. Прямо вообще. Она как отопительная. Угу. Наслаждение для глаз. Мастеркорки большие. Специально. Да. Залипаешь. Ага. Да ничем, лицовка отдельно. Ага. Ты берешь внутреннюю часть и садишь ее в лицо. Угу. А эти уже не актуальны. А это вот видит. А вот эти детали, как на улице. Угу. А вот эти прогреваются. Угу. 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 Ну, в общем, мы вам показали красоту. Теперь вы знаете, где это все есть. Мы несколько дней, но пока к Саше ездили, заезжали, мимо, вернее, проезжали, смотрели и все хотели сюда заехать. Заехали! Так, ну и давайте... Это Санкт-Петербург, это не реклама, это мы сами нашли, заехали, и вот смотрите контакты, кому интересно. Ну а мы пошли в машинку. Бей! Бей! Сейчас будем еще домики смотреть. Сейчас еще домики посмотрим. Печи в домике нашли, домика нет. Сейчас посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!